Сейчас в реанимационных отделениях очень много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет, которые не обращались в медицинские организации, занимались самолечением. Коронавирус явно молодеет. Врачи говорят, COVID-19 все чаще бьет по молодым и детям. Сегодня в обед в крае оставалось всего 15 мест в реанимациях из 325. 15 мест на весь регион. Медики просят при первых симптомах ОРВИ не приходить в больницу, а вызывать врача или скорую помощь, хоть и сделать это сейчас непросто. Сегодня у нас время доезда по скорой медицинской помощи в среднем по городу Барнаула составляет порядка 45 минут, по краю чуть меньше. Это тоже подтверждает, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи тоже очень высокая. Вчерашний день, например, было принято чуть более 3000 вызовов скорой медицинской помощи. Мы пока не идем на снижение, пока мы находимся в фазе плата. Сегодня пациента госпитализируют в ковидный госпиталь только при поражении легких от 50%. Остальные лечатся дома. При этом на данный момент не всем домашним ковидникам хватает бесплатных лекарств от коронавируса. В некоторых организациях возникает дефицит наборов. Однако сегодня в Минздраве заверили, что новая партия лекарств в больнице поступит уже в середине этой недели. По-прежнему в ведомстве просят жители региона пройти вакцинацию. Особо это касается пожилых людей и тех, кто ждет ребенка. Все чаще в больнице госпитализируют беременных с пневмонией. Так называемая кокон-вакцинация, то есть все, что окружает ребенка, все, что окружает беременную женщину, то есть те члены семьи, которые совместно проживают, либо находятся в частом контакте, они должны быть привиты. Напомним, с завтрашнего дня в регионе вводится обязательная вакцинация. В Минздраве утверждают, что не боятся дефициты вакцины. Сейчас у нас запас 60 тысяч доз вакцины в регионе есть. Если мы в среднем вакцинируем 5 тысяч в день, то, соответственно, понимаете, это нам на какое время работы. Плюс к этому мы видим горизонт 50 дней, когда нам вакцина дополнительно должна поступить. Мы в вакцине вообще не ограничены. То есть, в принципе, вакцина поступает в зависимости от нашей потребности. Чем больше мы вакцинируем, тем больше вакцины в крае поступают. В планах ведомства расширять сотрудничество с владельцами торговых центров, чтобы вакцинация стала еще доступнее, пока другого способа защитить себя нет. Также в Минздраве ожидают, что вирус будет бушевать еще недели 3-4 и только потом пойдет на спад. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова